Итак, друзья, объясняю вам про страхование по программе господдержки на строительство дома. Есть две программы. Есть господдержка 2020, это для тех людей, у кого нет детей после 2018 года, ставка 6,3. Есть семейная ипотека для тех, у кого есть дети после 2018 года, ну, либо дети-инвалиды. Вот, и, соответственно, по семейной ипотеке можно не страховаться, и при этом ваша ставка не изменится. Она будет 5,3. По господдержке 2020, если вы отменяете страхование, то ставка увеличится на 1%. Будет не 6,3, а 7,3. При этом застраховаться вам будет стоить, в зависимости от возраста, конечно, в целом 0,6-0,7 от суммы кредита. То есть по господдержке 2020 выгоднее страховаться, это дешевле. Ну, и не забывайте, когда вы отменяете страхование по семейной ипотеке, по значительным суммам кредита, не дай бог, что случится с вами, какое-то заболевание или какие-то моменты, ну, отвечать будут родственники. Поэтому я призываю всех страховаться, но все-таки, если вы решили не страховаться, вы должны знать, что по семейной ипотеке ваша ставка не увеличится.